Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады представить вас на субботнем матче 14 тура Лиги А, в котором встречаются дядьки и едности. Сразу хотелось бы отметить этот факт на секундочку, что у нас дядьки формально дома, с едностью они однажды уже встречались, и в этой встрече, я думаю, что вес матча куда более важен, очень успешно, причем максимально неожиданно, возможно, дядьки ворвались в этот турнир и возглавили таблицу с максимальным, ну, как бы, наверное, таким необычным футболом, за счет того, что играли они, я бы сказал, в удовольствие, но это позволяло им оказаться высоко. 18 очков у них сегодня, у команды едность 15, едность идет на третьей позиции, между ними команда Аякс. Ну, и можно сказать, что близки к чемпионству, вот такой быстрый розыгрыш от дяди Киващика давал передачу на Петренко Григория, и тот уже мог открывать счет. Так, давайте пройдемся по составу. Сейчас мы внимательно относимся к заявочному листу, потому что в конце чемпионата часто бывают сюрпризы, ну, и, например, я бы отметил тот факт, что, как бы, мы, как организаторы, должны, в первую очередь, следить за этим максимально бдительно. Итак, в составе Буряченко, Виталий на воротах, несменный вратарь, Андрей Буряченко, его брат в поле, Ивачик Александр, Николайзен, Ярослав Декун, Саша, Старицкий Евгений, Петренко Григорий, Сочников Максим, и должен подъехать Белинский и Дмитрий, но его пока нет. В составе команды «Едность» Качан Александр, резервный арбитр, вместо Рудова, который получил, к сожалению, травму колена, серьезную, благо дело Дмитрий Вербецкий все в этом плане максимально бдительно перестраховавшись, был, как говорится, внимательным к заявочному листу и заявил аж целых три вратаря. Сам и Вербецкий сам может на крайний случай встать, какой момент только что был у Бычика и так далее. У нас Климчук Юрин, в поле Редкозубов Виталий, Хлебик Дмитрий, Вишневский Александр, Кулик Сергей, Фареник Сергей, Вощевский Алексей, Бычик Александр, Братаненко Владислав и Вербецкий Дмитрий. Вот такой состав у команды «Едность». Честно говоря, я и не понимаю, как Качан Александр стоит на воротах, но мы видим, часто пытается идти из ворот, что может на самом деле только лишь в свою худшую сторону сказаться против оранжевых. Респект огромным дядькам за темп, за тот футбол, который они показывают. Вишневский, Качан. Пробует Александр пробить, полностью сейчас пустые ворота, Петренко не стал бить. Вот после паузы хотел все-таки комфортно как-то освободиться под опеки, скажем так, и уже попробовать нанести удар. Климчук Юра в центр играет, Бычек. Вишневский подбирает. Николай Зин есть, отбор играет на Петренко. Ритка Зубов отыграл на Бычека. Может быть, конечно, мы не даем призы игрокам, которые хорошо играют в защите, но немаловажно является отметить то, насколько же каждой команде важна защита. И вот Вишневский, например, и Ритка Зубов, это прям серьезный плюс для команды Едность. Без них, конечно, половину результата мы могли бы и не увидеть. Хорошая обостряющая передача. Вырывался в эту зону Бычек, но выдавить больше, чем мы увидели, не получилось. Петренко. Григорий может сам обыгрывает, там тесновато, честно говоря, для такого проброса. Ритка Зубов отыграл на Климчука. Ритка Зубов снова. Бычек. Иван через назад, Юрий Климчук. Вишневский. Снова Климчук. Получается здесь полноценным образом пробить так, чтобы игрок не успел заблокировать. Но это и к лучшему. У нас угловой для Едности. Николай Зен. Николай Зен. Зачек. Александр Рочин пластичен и выглядит это так, будто это все случайность. Но, тем не менее, не разутратил он своих навыков и умеет это как следует делать. Сошников. Вот так, друзья. Вот такой дальний удар от Сошникова Максима. Точный, как в лузу. Сильный и низом. И это приносит первый забитый мяч команде Дядек. Может быть, конечно, есть вопросы здесь к Александру Качану. А может быть и нет. Потому что, если удара не видел за счет перекрытых игроков, вполне понятно, почему так. Я лично замечал за собой плохой старт все время от Дядек. За счет этого плохого старта, в принципе, можно было бы как бы, наверное, охарактеризовать тот факт, что можно хорошо начать Едности. И этого будет достаточно. Но сейчас все перевернулось по-другому. Плохого старта от Дядек мы не увидели. Мы увидели не самый внушительный старт от Едности. Наверное, в Лиге А лучшая команда в этом сезоне по старту игры. Это Родос, если честно. У них хорошо получается играть. Ивашик. Александр Ивашик. Мог бить сам. Сыграл в пас. И минус два сейчас в защите. Вычик. Сложно, сложно побежал туда, во фланг, мне кажется, Иван Вычик. Катчан. Бориник. Выглядят немножко на нервы сейчас Ена. Ивашик отыграл назад. Сосников снова на Ивашика. Сосников. Ударная позиция у Максима. Как интересно, на технику наносил удар. Угловой у нас есть. Еще один хороший ударный шанс. Снова нереализованный. Кимчуок. Передача не проходит. Хотя потенциально пас хороший был на Васчевского. Катчан. Катчан. Вычик. Катчан. Фориник. Снова хорошо забегал туда, вот как раз на дальнюю. Но сегодня нету человека, будем так говорить, который любит забивать такое впечатление. Больше игроков, которые комплектовывают матч. Ващевский на Бычика. Фориник. Катчан Ивашек. Отбежи меня! Вычек! Вычек! Не увидел здесь судья, на самом деле, какого-то, наверное, вот именно серьезного фола. Здесь останется пожестче. Согласен, я полностью здесь судьей. Здесь жёстче это было, а в той ситуации там был, конечно, срыв небольшой, но настолько минимальный, что со статурой Бычика нужно было всё-таки, мне кажется, идти до конца. А Соша мог? Сошников! Сошников играет на Ивашиков, арене. И пока что, пока время проходит, всё же, мне кажется, выглядит слегка едность сейчас немного беззуба, потому что у них вроде бы и контроль мяча есть, но прям хорошего обострения я не вижу. У нас смена, смена аута, передержали мяч дядьки на вводе. Четвенка! Сошников! Второй мяч от Максима Сошникова. Вот так легко ему удается сегодня забивать. Просто катит и реализовывает. Отличная, конечно, связка получилась только что. И куда более серьёзно эту встречу настроились дядьки. Такое впечатление. На моё удивление, скорости и едности сейчас не хватает создавать какой-то интересный футбол. Спокойно! Не хватает Андрусенко, Дмитрия, который прибавил. Как минимум тоже. Климчук. Один трот и всех борется. Климчук. И выигрывает борьбу всё же. Хулик старался прострелить. За пол! За пол! Давай, друзья! За пол! Давай, друзья! За пол! За пол! За пол! За пол! За пол! Подписывğ nice! За пол! До выхода! К сожалению, Максим, по всей видимости, с колена подвернулась в борьбе. Хоть бы смог продолжать играть, потому что колено это серьезно. Заморозка тут не сильно помогает в такой ситуации. Качан. Ишневский. Снова Качан. Интересно смотрелось, тем не менее забить там было такое впечатление, что почти что невозможно. Перед Казубов. Качан. Вишневский. Как по мне, симпатичнее было бы отдать передачу вправо. Петренко. Декон. Сблокировал Вишневский, до конца шел. Преказубов. Вот пас в касание, я здесь думаю, не кстати. Где-то и как будто избегает индивидуальной обводки едности. Мне кажется, в этом проблема вся кровь. Но и ситуация явно сейчас не для дядек. Будет уставать возрастная команда. И сейчас всего две замены на данный момент осталось. Белинский пока что не подъехал. Это скажется. Это скажется. Мое мнение. Нам команде Сокер приходилось не раз в этом сезоне играть шестером-пятером. И это сразу же чувствуется. Но и не забивает сейчас Кулик. Супер момент. Не хватает жесткого удара. Непонятно почему. Вроде бы по ситуации уже просто нужно закатывать. Петренко. Симпатичный эпизод. Старицкий. Евгений пробивал. Ивачик. Бить не стал. Бежит на вратаря. И переигрывает Александр. Качана здесь смело добегал до конца. Дождался идеального момента для удара. Саше удается забить. Поехали. Дай-ка. Поздравляем сем-две. Аня Дикар. Прозвучал свисток. Продолжаем дальше. Примерно времени игрового. 26 минут. На все про все. В принципе отыгрываться с такого счета можно. Но как будто не понимает как играть едность против дяди. Причем, обратите внимание, каждая атака «Дядя» куда опаснее. «Бычек». «Климчук». Очень опасная передача от «Бычека». «Ивашик». Есть перехват, но это холл от Старицкого. Причем, все по делу. Здесь за желтую я имею в виду, что срыв, срыв, конечно же, атаки. Есть вот такой забитый мяч. Прямо в девятку пробивает здесь. У Буряченко и Виталия как будто ноги подкосились. Не пошел он на мяч. А вот тут уже вопрос к Виталию Буряченко. Ивашик переводит на «Декуна». Петренко. Григорий Петренко. Хороший темп. Казубов был на пятой точке. Тем не менее, выбрался из ситуации. «Ивашик». Чисто в мяч было здесь сыграно. Тем не менее, Климчук не забивает. И вратарь здесь фалил. И вратарь здесь фалил. Желтого для Виталия Буряченко. На самом деле, здесь эмоциям подался Виталий. Мне кажется, не хотел просто отпускать игрока. И по этой причине у нас 6-метровый. Эмоциям будет только накаляться. А ведь первый там еще не закончился. Сейф от Виталия Буряченко. Есть добивание, нет забитого. Вот так, друзья. Значит, все не зря фалил в этой ситуации Виталия Буряченко. Качан. Светкозубов. Климчук. Снова Качан. Светкозубов. Климчук. Оказывается, пятый номер едности не в идеальных позициях. И мне кажется, это одна из проблем. Тайм-аут берут детки за 2, примерно минуты. За 4 минуты до конца, как подсказывают мне люди, которые видят табло. 5 минуты до конца. 10 минуты до конца, как подсказывают мне качество. Как и аппетит, отдают по концу. 2 минуты до конца. 3 минуты до конца. 3 минуты до конца. И еще один. Прозвучал свисток, тут же был вброс от Виталия Бураченко. Достаточно хилый свисток, который я не услышал. Хлебик. Есть отбор от Сошников. Максим сможет продолжать, как мы видим, Бычек. Виталий Боряченко. Домой, 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 домой. Хлебик. Хачан. Бычек. Климчук достает этот мяч. Есть ударная позиция для Бычека. Зачем он там отдает пас? Непонятно. Мне непонятно. Декон. Петренко. И классный же прострел делает Григорий Петренко. Вот в матчах, когда его перекрывает, я заметил хорошее количество ассистов. Удается девятке дядек отдать. И это дорогого стоит. Максимально полезен в этой команде. Как игрок. Ивашик. Вишневский. Вишневский переводит на Качана Александр. Снова Вишневский. Далековато для удара, как по мне. Вишневский. Есть отбор от Климчука. А вот это, наверное, зря делал Климчук. Тем не менее, Качан спасает. Отдает Климчук передачу. И сейф от Виталия Буряченко. Вближался он максимально в этой ситуации. Ну, мне кажется, я повторюсь на измоте. Заберут едность. Вот второй тайм. Почему? Не знаю. Но есть такое предчувствие. Слишком как-то высоковат будет тем для дядек. Могу ошибаться? Ну, это далеко не самая лучшая тактика, как мне кажется. Против оранжевых. Она не всегда сработает. Но интуитивно почему-то потихоньку. Мне кажется, что все-таки будут перебирать. Но если вратарь не будет возвращаться, конечно. Сейчас всякое может быть. Вот смотрите, какой момент Николайзен забивает. Четвертый мяч. Николайзен Ярослав с передачи Петренко. И что самое любопытное, что мне кажется, что Александр Качан зря там выходил в том моменте. Не всегда нужно выходить из ворот. Бартаненко приводил на Ващевска. Ващевский. Бусневский. Ващевский. Бычек. Николайзен. Бартаненко. 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 Без тебя, без тебя, без тебя! Без тебя, без тебя! Без тебя! Без тебя! Без тебя! Ну, до такой ноти, друзья, первый тайм и заканчивается. «Серенок, сильный балл!» Серац Congressman老ев. «Серенок, сильный и супер!» «Серенок, сильный и супер!» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...